Служил 42-й ОМБП, теперь это называется, сейчас 131-й ОРБ. Разведка. В 2014 году был ранен, в октябре, но и с тех пор фактически лечусь. То есть за последние, ну скоро будет два года, получается, более пяти раз был в реанимации. Ну в связи с плановыми операциями, срочными и так далее. Ну вот насчет того вопроса, что допуск, недопуск, скажем так, разные были моменты. Ни разу не было такого, чтобы совсем не пустили родных повидаться. Конечно, существуют ограничения. Ограничения были, как на меня, часто довольно здравые. То есть они связаны были и с моим самочувствием. То есть если врачи говорили минут 5-10, не больше, то обычно так и получалось, что через 10 минут я уже был просто уставший и не способный разговаривать. То есть от моего состояния. Были ситуации, когда я бы не хотел, чтобы, например, мои родные были рядом в реанимации, потому что я там был не один, и реанимация – такое место, где люди в том числе и умирают. Как бы естественно, порода их деятельности – это действовать сильнее на близких. Их веру рушит больше, чем на твою собственную. И как бы тоже есть моменты, когда я понимаю, почему нельзя. Я даже понимаю, что большое количество людей в условиях реанимации, когда там лежит много пострадавших, много травмированных, много людей после операции, да, с разными сложностями. Бывало такое, что я оказывался в реанимации, когда там рядом мама с маленьким ребенком. Она при нем все время, это понятно, но вот маленькому ребенку не объяснишь, что не так, почему он здесь, почему ему так плохо, да. А с другой стороны, там люди, которые тоже страдают, им больно. И присутствие моих родственников, скажем так, ну 10-15 – это потерпеть. А постоянно им, может быть, не хотелось бы, чтобы в этом состоянии кто-то был рядом. Но это такие ситуации. Но при всем при этом ни разу не было, чтобы врач, да, отказал в том, чтобы увидеть, чтобы мои родные увидели, что нормально все. То есть все строилось всегда на понимании врача, на его участии, да, в твоей проблеме. И его участие не заканчивалось тем, чтобы правильно сшить, а пообщаться, как ты готов к операции, не готов, как ты себя чувствуешь морально, какой настрой, что, как. Я верю, что врачи в первую очередь все-таки заботятся о благе пациента, да, они из этого исходят. И если они считают, что это тоже благо, ну что ж, надо, значит, разговаривать, искать контакт. Но я надеюсь, что людям будет вести так, как мне. Продолжение следует...